Доброе утро. Если что-нибудь поймать, дам. Доброе утро, Афанасий Сергеевич. Я не хочу садиться. Да? Одевайся давай, не хочешь. И ты не хочешь? Почему? Да мы на танце. Ну, будем звонить еще с нами. А у вас это... Ты самый первый стоишь на зарядке? Да, я самый первый. Самый. А это не тех, кто лучше, а тех, кто послушнее. Да, я послушаю. Прям, да? Да. Григорий в какой-то веке решил пойти на рыбалку, да, сынок? И пошел дождь, да? Можно антенну туда всунуть? Заюня, ты приехала к нам работать? Гриша пошел со Степой на речку рыбу ловить. Так надо обувать сапоги. А ты что, обувала? Иди там садись, да? Гриша с рыбалкой. А еще три поймали. Ну, ясно, ну, здорово. Прикольные, да? Угу, красноперки, да? Так, пошли, да? Да. Гриша, были... Не, я одно место нашел возле камыша. Смотри, там камыша такой, что ли, в воде. И вот так, как бы, обломками, вот так, как бы, ход за... И вот так, значит, там маленькая, как ружья, муша, как бы. Я туда забрасывала и тягаю прям из остановки. Там стайка где-то застила. И серый был на рыбалке. Сережа, ты хоть попал, да? А я... А я... Я выйден уже. А я, ну, там, я тягал, тягал, то что-то они падают, падают, падают. Ну, вот, конечно, прям, он так вытягивает, и у него прям с крючка прям слазит. А у нас дождь полупил. То вроде прекратился, опять туча нашла, опять все пошло. Прям сильный. Так, сфотографировала я для инстаграма прянички. Сейчас будем все... Градусник, температуры нету, 36,6. Да. Все нормально, да? Мы с Григорием обедаем, едим наш вчерашний супчик с компотом, да? Так, куча тут с Китая пришло посылочек, надо ехать забирать. И еще тут какие-то три извещения, но я их уже, по-моему, получила без извещений. Ну, поеду еще все, надо запомнить. Поеду, получу. Завтра. Завтра почта как раз работает. Она сейчас будет морковку вязать. Вот это вот на рынок, я уже ее отобрала, вот такой вот кривенькой, косенькой. Это дома будем кушать. Теперь ящик тоже нужно перебрать. И мама будет вязать пучки по четыре морковки. Ну, вот такие вот получаются. И просто резиночкой связывать и здесь сверху немножко подравнивать. Так, я сейчас буду готовить на ужин ленивые вареники. Килограмм творога, три яйца. Сюда добавлю, посолю и буду добавлять сюда муку. Муки в ленивые вареники нужно достаточно. Ну, то есть, естественно, сколько возьмет, но и не мало. Не то, что в сырнике, когда лучше класть меньше муки, здесь нужно ее достаточно. В общем, поехали. Так, я сначала перетираю три яйца, соль и творог. Прям хорошо ложкой. Из-за того, что творог у меня не обезжиренный, он не крошками такими, не зернами, а именно вот такой вот мягкий достаточно. И сейчас с яйцом все хорошо соединится, буду добавлять по чуть муку. А при этом уже поставила воду для того, чтобы варить вареники. Вареники, пока она пока закипит, я все замешаю и нарежу. Теперь добавляем буквально по три, ну, сначала вот три ложки кладу, все перемешиваю. И потом по ложечке муки добавляю. Смотрю, чтобы получилось уже однородное тесто. Так, ну что, начала я уже делать сами варенички. То есть я катаю из них колбаску вот так вот, из небольшого кусочка и просто режу. Вот, а вот мое тесто. Его я немножко сюда, когда подобавляла муки, потом на досточку высыпала муки. И все тесто сюда приложила и прям хорошенечко его руками собирала. Вот, а то так оно в низке, конечно, собираться не хочет. Без рук его замесить, мне кажется, очень сложно. Только ложкой. Вот. Так что сейчас уже вода почти закипела, буду варить. А, уже даже вот закипела. Сейчас ее подсолю и буду варить варенички. Мы сейчас с Григорием кушаем перед каратэ ленивые варенички. Такие вот получились. И кубанский салат. Привет, сына! Как у тебя дела? Покупала мороженое. Да? А вы покупали мороженое, что ли? Да. Какое? Бонпарли джангли? Да. Ну и как оно тебе? Мороженое, конечно. Покажи. Вкусное было? Это как его. Тебе понравилось? А как его зовут? Как его зовут? Кошмарики какие-то. Тебе понравилось? Да. Это жвачка. Палочка, это жвачка. А ты про себя расскажи, ты где был? А где твое мороженое? Я ж не знала. А он выбрал этих червяков. А, ты червяков выбрал? А червяки поделись-то с мамой, где червячки-то? А он его съел. Сыночек. А мама, я был. А ты где был? А я не знал. А ты знаешь, почему сколько мы долго? Почему? Потому что... Антоша выбрал раскраску ниндзяга. А, Афоня какую выбрал? Это кто? Два козленочка, да? Мам, смотри, какая повязка. Мам, ну, когда раскрашу, покажу. Раскрашу. Раскрашу. Мам, ну, это твои помпроделки. Надо их решать, да? Мам, а где там обед? А где там обед? Ты там мне? Да. Афоня, тебе как? Да. Завтра выходные? Варка. Варка варки. Нет, завтра же не надо в садик. Завтра же выходные. Варка варки. Все равно в садик? Да. Нет. Не надо? Нет. Не надо? Нет. А то? Потому что завтра выходной. Будут от тебя воспитатели отдыхать, да? Тебе там нравится? А как зовут воспитателей, ты знаешь? Анна. Кого? Это Наталья Анатольевна. Наталья. Она не строгая? Она не строгая? А другая какая воспитательница? Как ее зовут? Тата Андреевна. Майя Андреевна? Тата Андреевна. Это тетя Анатольевна. Тетя Андреевна. Тотя Ана. Тотя Ана. Да не тетя Аня, а Майя. Майя Андреевна. А кушать что давали, Афонечка? А на обед было каша, потом занимались... Это на завтрак каша, да? Да, потом мы ушли на улицу, был суп, и потом запекали... Не было супа? А что было? А ты что кушала, Афонечка? Афонечка, еще плов был, и запеканка... А потом уже ночью были помпианики. Но я не пил сок. Не пил? Апилок! Не было у нас сока. Ты пил сок? Если папа пил, ничего не пришел, когда мы уже кушали. Афон, не рисуй себя. Не рисуй себя. Мама сейчас будет ругаться. Ты хочешь, чтобы мы сейчас поссорились? Да. Ну, давай тогда будем ссориться, хорошо? Хорошо. Тогда нарисуй себе что-то и поссоримся, понятно? Да. Мама, ничего не видно. Тебя видно. Ну, будем, значит, не ссориться с Афоней, раз он так себя ведет. Не слышит маму. Значит, купаться не будет, будет ходить поросенком. Поросенком маленьким. Афоня! Так некрасиво, сынок, себя вести. Я, кстати, сегодня еще крышечки в магнит косметики купила. Есть 12 штук за 65 рублей. Цвет у них, по-моему, потрясающий. Так, ну что, на сегодня все. Сейчас 11. Я сейчас пойду закатаю еще одну партию компота. Четыре банки. И уже тогда пойду отдыхать. Так что всем до завтра. Пока! Продолжение следует...